Я рада приветствовать всех на своем канале и это строительство в 74. Итак, сегодня мы с вами будем смотреть на строительство маленькой, ну да, достаточно маленькой квартиры без дополнительного контента. Честно говоря, мне вот в прошлый раз, когда я строила дом на заказ без дополнительного контента, очень понравилось строить без допов, потому что это получается достаточно быстро. Тебе не надо перебирать все какие-то маленькие предметы, именно доповские, да, по полчаса, чтобы найти тот самый нужный тебе в данный момент. Я очень хорошо по памяти знаю все предметы, которые есть на данный момент в игре, не только в базовой, но и со всеми дополнениями, игровыми наборами, каталогами. Я прям практически все предметы знаю наизусть, потому что занимаюсь строительством уже не первый день, поэтому я четко знаю, где мне что искать, в какой папке, вот с дополнительным контентом у меня так не получается. Конечно же, я уже большую часть своего дополнительного контента тоже выучила, потому что обновляю его, ну нет, я, конечно, обновляю его, но такие прям хорошие предметы, которые я знаю, что 100% использую, я не удаляю. Поэтому какие-то вещи, конечно, я уже тоже из дополнительного контента хорошо выучила, где они находятся, в какой папке, что куда. Поэтому не всегда возникают проблемы, но с каким-то мелким декором у меня чаще всего возникают проблемы, потому что его очень много и каждый, прям каждый маленький предметик запомнить невозможно. А без дополнительного контента строить прям очень легко, потому что все знаешь и прям быстро все находишь. Я все-таки решилась на строительство маленькой квартиры без допов. Мне очень захотелось так построить, потому что я понимала, что сделаю это достаточно быстро, так как за кадром, в принципе, начала уже строить большой дом, но, знаете, как-то идет туговато, потому что площадь большая, опять же, строю с допами, это все занимает много времени, и я понимаю, что вы не будете ждать меня еще неделю, где же я там выпущу это строительство. Поэтому решила быстренько сделать еще вот такую квартиру. Мало ли, кому-то тоже понравится, кто-то скачает и уже сейчас в ней поиграет. Ну, а дом уже, наверное, ну, я надеюсь, по крайней мере, я, конечно, не хочу ничего анонсировать и говорить, что вот, все, в следующем видео будет дом, потому что, когда я так говорю, все идет не по плану. Вот, правда, я это уже сто раз замечала, что как только я что-то вам скажу, что вот, следующее видео будет такое-то, у меня идет все просто на бикрейн, и я понимаю, что я просто не могу в следующем видео выпустить именно то, что хотела и то, о чем говорила. Поэтому пока ничего не обещаю, но дом 100% будет, когда уж точно, не знаю, но в любом случае вы его увидите, если подписаны на канал и если у вас стоит колокольчик. Про колокольчик обязательно нужно помнить, потому что YouTube, он такой, он немножко коварный, и он не всегда присылает уведомления. Так вот, что касается квартиры. Я сейчас вам объясню, наверное, многие сейчас потерялись и думают, что же это за квартира такая, где я такую квартиру вообще нашла и откуда, где. Объясню. Эта квартира, она вообще двухэтажная, и я просто, знаете, что я сделала? Я просто убрала лестницу на второй этаж и поняла, что мне не нужен второй этаж, я просто построю только первый, и это будет очень маленькая такая уютная квартира. Подумала, почему бы нет, в принципе, игрой это не запрещено. Да, фактически второй этаж у вас остается, по сути, вы за него платите, но если он будет у вас пустой, как у меня, то, в принципе, счета не будут такими большими, вот. Тем более у вас там не будет света, ваши персонажи не будут там ходить, потому что у них просто не будет туда доступа. Я думаю, что счета не должны быть слишком огромными, просто счета будут начисляться именно за свет, тот, который вы, собственно, и нажигаете. Вот, как-то так. Поэтому я решила, что надоели мне все квартиры, которые есть у нас в Сан-Мишуно, вот прям реально уже очень надоели, я уже, мне кажется, раз по пять в каждый построила, ну, за исключением каких-то крупных больших квартир, потому что большие квартиры, ну, не знаю, я не очень люблю большие квартиры, мне как-то сложновато их строить, я больше люблю маленькие. Не знаю, с чем это связано, возможно, потому что сама никогда не жила в огромной большой квартире, там, сто квадратов, да, условно, а всегда жила в средних, в очень маленьких квартирах, поэтому мне очень близки именно маленькие, уютные квартиры. Их как-то проще строить, их проще реально обставлять, и играть в них лично для меня проще, то есть я не теряюсь. Вот, поэтому, да, я все-таки за маленькие квартиры и за большие дома, вот как-то так. Поэтому мне реально надоели все квартиры в Сан-Мишуно, и я вот очень долго не понимала, что я хочу. Я просто ходила по всем квартирам и пыталась что-то построить, но у меня ничего не получалось, планировка вся получалась однообразной, то есть я уже такие планировки делала, я понимаю, что второй раз выпускать то же самое, это будет супер неинтересно, поэтому я решила, что я схитрю и просто пойду построю квартиру двухэтажную, но беру лестницу на второй этаж. Вот, этот, кстати, тоже хороший лайфхак на самом деле, для тех, кому реально надоели уже квартиры вот эти вот все, которые есть, особенно знаете, что меня бесит? Я тут недавно играла, наконец-то играла, вот не строила, не что-то создавала, а играла, вот просто в свое удовольствие. И как меня выбесили квартиры, которые требуют ремонта? О, боги, это просто трэш какой-то, я не знаю, что с этим делать, потому что играть в них просто невозможно. При этом квартиры-то более-менее хорошие, в них можно сделать как-то красиво, но эти мыши-норы, эти тараканы, эти щитки, которые постоянно ломаются, эти трубы, которые постоянно текут, просто высосали у меня все нервы, я не знаю, что с этим делать, я просто, я настолько сильно психовала каждый раз, когда очередная мышь вылазила из этой норы, и когда мой сим просто не мог ее с первого раза убрать, а ему приходилось раз в пять вот тыкать на эту мышиную нору, для того, чтобы просто эти мыши перестали бегать. Это постоянно плохие мудлеты у персонажа, это постоянное раздражение, и это просто какой-то ужас, реально. До этого я играла в таких квартирах, но играла, знаете, так, чуть-чуть, буквально, то есть я не успевала так сильно ощутить этот ужас от того, что они так часто появляются, я просто парочку дней, семь дней играла, и иногда мыши просто даже не появлялись, то есть вначале, когда вы только-только заселяетесь в квартиру, мышей, тараканов, ничего этого нет, вот просто все тихо, спокойно, как будто бы обычная квартира, но через пару-семь дней, может быть, через неделю, да, семь дней, появляется просто из одной норы мышь, из второй, из третьей, тараканы тут, тараканы там, тут труба потекла, тут щиток сгорел, тут еще какая-то фигня воняет на полу, ну, короче, это просто капец, это не жизнь, это просто ад, это ад полнейший, и знаете, я поймала себя на мысли, что я, наверное, больше не буду строить такие вот квартиры, которые требуют ремонта, потому что играть в таких квартирах, ну, невозможно, я пытаюсь предметами, конечно же, при строительствах закрывать всякие трубы, щитки, норы, вот эти вот мышины, но я понимаю, что они в любом случае будут ломаться, и вам придется отодвигать эту мебель, как бы я не пыталась все это дело спрятать, вам в любом случае при игре придется просто-напросто отодвигать все эти предметы, для того, чтобы починить эти трубы, починить эти щитки, потравить этих мышей и тараканов, в общем-то, честно говоря, я, наверное, в ближайшее время точно не буду строить эти квартиры, которые требуют ремонта, потому что это невыносимо. Я, собственно, и пыталась найти какую-то альтернативу, чтобы построить немножко другую квартиру, и я ее нашла, вот. Про квартиру вам практически ни слова не сказала, потому что она маленькая, и я думаю, вы сами все прекрасно видели, поэтому на этом я буду заканчивать. Вы, конечно же, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новых интересных видео. Также не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте, потому что именно там вы сможете скачать данную квартиру, и, в принципе, все мои предыдущие постройки, и всех моих персонажей, которые я создавала на канале. А также, если вам несложно, вы можете поделиться этим роликом со своими друзьями, для того, чтобы новые зрители узнавали о канале. Ну, а на этом у меня все. Я всех благодарю за просмотр. Всем до скорых встреч, и всем пока-пока. Увидимся с вами в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok